МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа сегодня. Четвертая учебная четверть для школьников Казахстана началась необычно. Ребята начали получать знания на дому. И здесь большая ответственность ложится на родителей этих детей. Поэтому мы решили сегодня пригласить в нашу студию родителей, чтобы узнать, как проходят занятия дистанционно. Здравствуйте! И я хочу представить наших гостей. Ирина Михайловна Литовкина, общественный деятель. Здравствуйте! И Алена Сергеевна Наумкина-Аладина, родитель. Ну, вы обе родители, поэтому нам в первую очередь хочется узнать, с чем, с какими трудностями столкнулись вы первый день. Это вчера. Вы уже сегодня, может, начали уже изыскивать другие, может быть, возможности. Хочу напомнить нашим телезрителям, программа сегодня выходит в прямом эфире, поэтому, если у вас будут вопросы нашим гостям, вы можете позвонить по телефону 40-01-09, код города 8-72-82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, куда можете написать свои вопросы. Мы здесь в студии озвучим. Как работает на дому? Ну, вчера первый день был у нас, как говорится, мы готовились, конечно, к лучшему. У нас получился кавардак немножко, конечно, дома. Но до этого я его подготовила, ребенка. Потому что я что-то знала, что как будет обходиться это все у нас дома. Но хорошо, что у меня один ребенок младшенький. Старший уже есть. Моему ребенку 11 лет, в пятом классе. Своя комната, компьютер, ему прекрасно. Поэтому столкнулись мы с такой трудностью, как началось у нас сбои уроков. То есть мы вчера как сели 15 минут 11-го, и с уроков он вышел полтретьего. То есть меньше задавали бы. И вот эти сбои, как пошли, с компьютером у нас было, то кунделик не работает. Поэтому для нас было тяжеловато. Но в данный момент, сегодня, уже облегчение пошло. Потому что я сама себе психолог, в первую очередь, и ребенку. Я ребенка подготовила к этому все. Чтоб не шуметь, не кричать, как говорится. А просто ребенок у меня был спокойный. А в спокойствии он уже спокойно, хорошо делает уроки. Вот я уехала, я сейчас спокойно могу его оставить. Мы еще спортом дома занимаемся вдвоем. Ну, вам хорошо, у вас один ребенок, а у вас двое. Да. Как вы проходите диспансионное обучение? Двое детей. Ну, в первую очередь, знаете, я хотела бы, наверное, сказать, выразить огромную благодарность Министерству образования за то, что в столь сложное время они не оставили все на самотек. А они стараются в этих условиях как-то подобрать обучение к нашим детям. Потому что дети – это наше будущее. И чтобы у нас не было никаких непробелов в знаниях. И я считаю, да, конечно, сейчас будут какие-то недочеты, какие-то проблемы, но это все решаемо. И в данной ситуации, вот вчера, например, с утра у нас, когда начались занятия, мы проснулись. Вот сначала по елердне идут у нас обучающие уроки. Мой ребенок посмотрел эти уроки. И в первую очередь, наверное, надо родителям себя в руки взять, что все проходит, все пройдет, все будет хорошо. И поэтому надо как-то более спокойно к этому относиться. И мой ребенок просмотрел уроки. Потом, когда начались уже уроки в WhatsApp у нас идут, там уже, конечно, ребенок сидит и говорит, а я уже это знаю, мне это уже понятно. Потому что по елердне посмотрел уже. И то есть ребенок уже наполовину подготовлен к этим урокам был. И мне вчера очень даже понравилось, как все это проходит. И благодаря учителям, учителя тоже молодцы. Они очень хорошо подготовлены. Учителя днем и ночью, они только сидят на WhatsApp и с нами общаются, чтобы мы поняли эту программу. Благодаря, например, нашему классному руководителю мы лучше. Но когда многодетные мамы высылают, одна комната у них, детям маленьким шуметь нельзя, кричать, мешать уроки. На улицу нельзя. Это все, как говорится, запрещается. Поэтому они тихо сидят. Для них, для многодетных матерей это очень тяжело. Мне, например, их жаль. Вот какое-то облегчение бы сделать это было бы прекрасно. Но, несмотря на все это, смотрите, мы должны, мы, родители, заинтересованы в том, чтобы наши дети получили хоть какое-то знание, чтобы пробела какого-то не было. И в этом плане нам хочется узнать, например, как вы организовали процесс этот учебный. Вот, например, день. Если, например, до этого мы утром отправляли ребенка в школу, все, о нем забыли. Потому что мы знаем, что там классный руководитель и учителя, они присмотрят, обучат и отправят домой. А тут уже не так. Бросают работу. Поэтому, смотрите, как вообще распорядок дня у ваших детей? Какой? У нас распорядок дня вот с сегодняшнего дня был намного интереснее, чем вчера. Потому что вчера нам учитель физкультуры скинул зарядку, видеоурок. И мы сегодня утро начали с зарядки. Мы сделали зарядку, потом мы плавно позавтракали, перешли. Какой класс? Первый класс. Перешли к обучению. А дочь у меня в четвертом классе. Мы с ним посмотрели канал Елерна. Потом мы начали заниматься в WhatsApp. То есть учитель присылает голосовые сообщения, объясняет новую тему. Также наша школа является участником проекта. Какая школа? Школа номер один. Бигаши Кунда Кбаева имени. В селе Балпахби. Балпахби. И университет Центральной Азии сейчас разработал программу по развитию именно обучения. Наша школа является участником этого проекта. И они тоже высылают нам всякие интернет-ресурсы, где мы можем посмотреть какие-то уроки, какие-то подсказки для наших детей, чтобы они лучше закрепили тему. И поэтому обучение даже интересно проходит. Где-то видео мы смотрим, где-то голосовые сообщения. Также онлайн дети сразу отвечают на эти сообщения. И плюс у нас учителя не ставят конкретных рамок по времени. То есть нам спокойно дается время. Если ребенок не успевает, то мы можем немножко позже все это скинуть задание, все это отправить. У нас нету таких вот строгих рамок. Это очень большой плюс, это очень хорошо. И мне кажется, ребенок даже быстрее усваивает эту всю информацию. Я хочу задать вопрос телезрителя. Пишут, может быть, их дети учатся отлично. Вот, например, мой ребенок учится плохо. Он и в школе плохо учился. Мы нанимаем репетиторов, сами занимаемся. Но ему сложно усваивать школьную программу. Им легко, потому что дети хорошо учатся. А какой класс, можно спросить? Не написали. Ну, видите, как тоже говорят, мне звонят много родителей, хотят в школу, ролики высылают детям, что дети хотят в школу. Дело в том, что здоровье дороже, потому что мы должны сами усваивать эту программу, привочить родителей, помочь. Мы садимся, вот, например, я тоже работала. Я сейчас работу бросила, у меня муж работает, этого хватает. И сижу с ребенком, буквальным образом сидеть буду до конца, чтобы он не нервничал всю программу осваивать. Где-то мы спрашиваем друг у друга, общаемся. Нет, мой ребенок учится хорошо, ударник в пятой школе. Отлично, он сам учился и учится сейчас сам. И ваши дети хорошо учатся? Ну, у меня дочь отличница, а вот с сыном у меня как бы второй ребенок, ты уже меньше внимания уделяешь. Я скажу, что практически, наверное, процентов 90 успешность детей, именно успехи их в школе, зависит только от родителей. Если ты будешь ребенку уделять время, даже не онлайн, а просто в обучении, то ребенок будет стремиться, он будет заинтересован в образовании. А если ты не уделяешь этому внимания, то тогда ребенок, естественно, не будет никак. И вот я второму ребенку меньше внимания уделяю, конечно, это вот стыдно, но он у меня ударник. И тяжеловато. Я, конечно, огорчена, что не отличник. Ну, я вот на своем примере, я поняла, если с ребенком не занимаешься, то уже он отличником не будет. Обязательно надо заниматься. Давайте честно признаемся, вот эти форс-мажорные обстоятельства, которые сложились сегодня вообще во всем мире, что карантинные, что мы сидим все дома, и дети дома. Скажите, стало тяжело вам, родителям? Честно, да. Вы начали понимать учителей, насколько им сложно? Честно, да. Я всегда говорю правду. Для меня открыта душа, это все, я открыта душой, честно, да. Дело в том, что я понимала, я всегда была за преподавателей. Что-то там, какие-то конфликты стараюсь решить мне за родителями, чтобы этих конфликтов не было. Мне тяжело, сильно тяжело. Вот сидишь просто, кушать варить надо, все надо делать, и столько ребенку, чтобы он не нервничал, все понял программу. Дальше будет лучше, конечно. Я понимаю учителей. Я понимаю их на тяжелую работу. Теперь, вот по WhatsApp-мессенджеру ходят, ну, гуляют всякие выражения наших родителей, которые возмущаются и вообще отказываются учиться. Но, может, мы не знаем конкретно этих родителей, но мы слышим, что вот они говорят, что учиться вот уже не надо, такая учеба нам не нужна, они открыто заявляют. Вот что вы посоветуете? При детях не надо такое говорить. Все уходит из дома, выходит ребенок из дома. Что родители говорят, что преподаватель вот такой не доносит до себя, что учиться тебе не надо. То есть ты будешь все равно, у кого деньги есть, зубным техникам. Тебе зачем учиться, сынок? Вот такие бывают родители. Этого говорить не надо в доме, где ребенок это все слышит. У вас как с маленькими детьми вот в этом плане? Ну, я всегда в первую очередь... Может быть, вот вы говорили, что девочка учится отлично, может, мальчик вот как-нибудь пройдет этот период? Есть такое? Нет. Я наоборот сейчас в данный момент я начинаю больше акцент ставить именно на него. Потому что я где-то мало времени ему уделяла, сейчас я стараюсь больше, чтобы он влился в эту колею. Как бы первый класс, какой будет фундамент заложен, так и пойдет все дальше. И это колоссальная работа учителей, я прям восхищаюсь ими, какие они молодцы. У них есть дома свои дети, и они для своих детей ограничивают время для того, чтобы нашим детям дать какие-то знания. Когда родители говорят о том, что они не хотят обучать таким образом детей, ну хорошо, пускай ваши дети сидят. Ну тогда не жалуйтесь ни на правительство, ни на кого по поводу того, чтобы ваши дети не реализованы в жизни. Потому что мы делаем своих детей сами. И мы должны приложить все сейчас усилия. У нас карантин, и это временное явление. И мы должны наоборот сейчас как-то сгруппироваться, как-то себя взять в руки для того, чтобы обеспечить будущее нашим детям. Олеся, программа еще сейчас тяжелая, сложная. Некоторые раз я сама не понимаю, даже мой ребенок сам делает. Я не подхожу иногда, бывает, к тому, что сложная программа. Учителям тоже сложно донести. Но у них же развивается, они все лучше и лучше становятся. Поэтому в дальнейшем, в будущем, это уже будет нормально все. А если, например, мой ребенок ходит на спорт, на английский, то есть я никак не могу ему уделить больше внимания. Как он будет у меня отличником, если английский нужно, в школу ходит английскую, на спорт ходит. Поэтому, я считаю, если мой ребенок ударник, я за это и учителей его похвалал, он у нас всегда дома. И стараюсь. Вот вчера вы получили домашнее задание, получили вчера на уроках, да? Как вы думаете, выполнения этих заданий будут качественными? Поскольку, смотрите, дома ребенок, может, сейчас работает интернет, открыл, не задумываясь, даже ответил, все записал и ответил. Ну, отправил учителю. Может быть, это все происходит для галочки? У меня есть ограничения дома. Когда ребенок делает домашнее задание, то есть у него нет сотового телефона. То есть ты посмотрел урок онлайн, тебе объяснили, тебе дали задание. Когда мы переходим к домашнему заданию, я забираю телефон, потому что там есть калькулятор, а я противник этого. И поэтому наши дети умеют ко всему приспосабливаться. Они быстрее нас всему учатся и быстрее входят в ту или иную какую-то сферу, систему. Поэтому мы просто ограничиваем. И я считаю еще, знаете, когда они сидят в школе, приходят с невыполненным домашним заданием, где-то может от учителя и проскочить, если ты не выполнил домашнее задание. А вот сейчас такой уже ситуации не будет, потому что учитель уже контролирует, мне кажется, намного жестче выполнение домашних заданий. Домашнего задания много, я так считаю. Какое мое мнение, что оно действительно много. Как немножко бы сократить, как-то чуть-чуть бы упростить. Я еще раз говорю, дети не могут ходить на секции. Тяжеловато. А какие сейчас секции? Сейчас же карантин. Нет, сейчас, в данный момент, ну вообще как раньше было, а сейчас нет. Мы занимаемся дома спортом сейчас. Ну, выход из положения все находят. Скажите, у вас занятия по сколько минут проходят? Каждый урок? По сколько занимаются? Полчаса. Потом же домашнее задание. Бывает, что не успевают полчаса. Потому что надо учиться, надо, надо учиться. То есть, это там полчаса часто, разницы нету, пусть учатся. Пока еще таких вот у нас нервозностей нету, как некоторые родители, как нервный ребенок, нервный ребенок. Вы подготовьте, и все нормально будет. Скажите, вот вопрос поступил, пишут. Ну, у них, наверное, дома большие. Вот у меня, например, однокомнатная квартира. Я живу в городе, в Талдукургане. Мне трудно с двумя детьми заниматься. Вот что посоветуете? Да, я понимаю, есть даже родители, у которых одна комната, трое детей. Но вот что посоветуете? Ну, посовету, только терпение. Пусть со мной свяжется. Я буду на связи всегда с ней, поддерживать как-то друг друга будем. В каком классе ребенок? Не написано, да? Не написано. Ну, двое детей, это тоже не так. Тяжело. Мама есть мама. Она все вытерпит, выдержит ради детей. Только терпение, терпение, терпение ей, конечно. А тем младшим, которые не занимаются в данный момент, пока школьник занимается онлайн занятиями, мне кажется, можно придумать какой-то досуг для тех маленьких детей, чем-то их завлечь, чтобы они играли. Вот из своего примера вы, например, скажите, вот чем вы увлекаете своих детей? Ну, чтобы между уроками какие-то у них был отдых, хотя в доме это не так просто. Вот что вы делаете, к примеру? Ну, у нас частный дом, получается, ребенок пока проходит уроки, потом когда переменка, я ему говорю, все, у тебя перемена законная. Он начинает по дому просто бегать, ему энергию некуда деть. Потом я ему говорю, все, он назад, урок начался, он садится. Тем временем, пока у него идут уроки, у меня доча, у них ни в одно время занятия. Доча у меня читает, или я даже позволяю на этот момент посмотреть телевизор. И опять же, по телевизору в это время идут у нее онлайны уроки. Пока он занимается, у нее уже идут. Вообще, вот эта система, что по телеканалам начали проводить уроки, это, наверное, какое-то подспорье, наверное, для родителей, для учеников. Конечно, это очень круто. Это детям интересно. По телевизору показывают преподаватели, которые рассказывают то же самое, что твой преподаватель рассказывает. Мне кажется, это наоборот как-то улучшает интерес. Сегодня моему ребенку понравился казахский. Он говорит, как я понимаю больше, вот сейчас в данный момент забыла преподавателя, как еще записала, я больше стала понимать казахский. А для меня казахский, чтобы он отвечал, это самое главное. Поэтому бывает, что преподаватели там интересно действительно, природу показывают, самопознание, естествознание. Ну, больше бы времени, не 10 минут, а чуть-чуть побольше бы. Значит, уроки понравились даже вам. Вы уже видите, владеете. Мы вдвоем, да, вдвоем сидим. Вы сейчас вот предлагали свои услуги, там, помочь, потому что психологией занимаетесь. Продиктуйте, пожалуйста, свой телефон, чтобы, если кто там хочет, позвонить вам, ну, если вы хотите оказать помощь. Да, я могу помощь дать такую, что с другими мамами, мамочками будем общаться. И уже как-то друг другу помогать. Однокомнатная квартира, это тяжело. Скажите номер телефона. 8705-863-6927. Повторите еще раз. 8705-863-6927. Теперь скажите, вот есть вопросы, которые здесь говорят. Из-за того, что нет общения со сверстниками, психологических проблем у ваших детей нет, каким трудностям готовиться другим? У нас совершенно нет никаких проблем насчет этого, потому что дети всегда чем-то увлечены, что-то делают. У меня доча любит делать слаймы. Они садятся вдвоем, делают слаймы. Потом, допустим, даже если мальчику там где-то... Они у меня в зале играют в футбол. Я сейчас разрешила на это время. То есть у них есть такая возможность, допустим, там... Я убрала все-все-все там какие-то вещи, которые можно разбить. Они играют в футбол. Даже если что-то разобьют, что теперь? Обидно, жалко, но зато детям не скучно. А у вас мальчик. Мальчику тем более тяжело. Нет, ему, да, ему нужно общение. Как я вот, ну, находит общение, так же с одноклассниками не общаются. По видеозвонку-то они разговаривают, общаются. Ну, правильно, в спорт он ходил, английский, там были дети в школе. Он постоянно в друзьях, он не общительный ребенок. Тяжеловато. Ну, справляется сам. Где мы ходим? Улица, у нас собака дома, кошки, у нас животных много. Он на во дворе играет так же. Ну, у вас частные дома. Да, у нас частные дома. Вашим детям действительно повезло. Повезло. Скажите, вот, что вот пожелаете тем людям, которые сидят в благоустроенных квартирах? Может быть, у вас есть какие-то методы, например, подсказать им, как быть. Например, на родительских собраниях. На всех мы, например, делились своими опытами. И как-то говорили, показывали инструкцию какую-нибудь по освоению какого-то, вот, какой-то программы. Что вы предложите? В первую очередь, наверное, нужно взяться за себя и организовать ребенку. То есть вот этот режим, распорядок, чтобы он встал, отучился, прошли уроки, он сделал домашнее задание. И потом, опять же, нужно интересным сделать досуг ребенка. Опять же, можно какое-то рукоделие, что-то лепить, что-то клеить. Сейчас у нас есть для этого время, чтобы побыть с нашими детьми и что-то интересное им дать, чему-то научить дополнительному. То, на что у нас раньше времени не хватало. Поэтому, мне кажется, вполне... Ну, неужели мы со своими детьми не сможем найти общий язык и разобраться и как-то заинтересовать? Ну, мы же привыкли, например, доверить учителям наших детей. И как-то нам было легко, если честно. Ну, а теперь приходится работать самим. Пишет наш телезритель. Сегодня довелось быть случайным участником онлайн-занятий по телевидению. А знаете, мне понравилось. Сейчас мой сын предшкольного возраста с замиранием смотрит. Система ТВ – это будущее. Век цифровизации. Надо просто помочь с оформлением, сценарием, довести педагогам, как вести себя перед камерой. Этому должны обучить краткосрочно ютуб-блогеры и прочие оформления студии. Пишут. Да, вы, наверное, тоже так считаете. Какой молодец папа, оказывается. И папы тоже участвуют. Я больше своего ребенка стала узнавать. Вот действительно, насколько я его не знала, вот что у ребенка в душе тяжело было учиться, то, сё. А сейчас мы больше вместе время проводим. У нас огород есть, извините, мы в огороде всё это делаем. И я поняла, что ребенку не хватало, оказывается, с нами общения. И вот это, что не делается, грубо говоря, всё к лучшему, наверное. Вот это всё мы перенесём. И родителям, конечно, просто вот ближе быть детям. И спокойствие, только в доме спокойствие. Да, это в этом случае нужно говорить этому карантину. И то, что вот такое обстоятельство сложилось. Это временно. Да, всё, что не делается, как говорится, делается к лучшему. Подошло время нашей программы. Вы можете в камеру сказать, пожелать родителям, которые сидят дома и смотрят вас. Какие у вас есть пожелания? Пожалуйста. Ну, в первую очередь, наверное, хотелось бы сказать огромное спасибо учителям за ваш колоссальный титанический труд. Это большой вклад в наших детей. Спасибо. А родителям? Родителям можно пожелать только лишь терпения. И будьте ближе к своим детям. Старайтесь их узнавать. Они очень многогранны. И сейчас есть у вас возможность научить их чему-то новому. И просто-напросто поближе пообщаться, я не знаю, прирасти к друг другу. И даже быть самостоятельным. Да. Сейчас вот такое вот время. Что мы... Мы своих детей любим. Мы любим каждую маму своего ребенка. Поэтому родители, как сказать, что просто любите. Любовь – это есть Бог. Просто друг другу помогайте. Не кричите, не ругайтесь по WhatsApp. Это все тяжелый труд преподавателям. А когда ребенок это все слышит, ему тяжелее вдвойне. Дома должна атмосфера быть спокойная. Я просто призываю к этому. Ну, у кого-то что-то правильно. У нас дома, у нас огород все. Но вы в квартирах сидите. Все равно не нервничайте. Какую-то программу создайте для себя. Спорт. Очень интересно. Сама вот недавно узнала, что есть столько много спортивных мероприятий, что можно заниматься дома. Очень интересно. Поэтому благополучия вам, добра и любви, понимания. На самое главное крепкого здоровья в нынешнее время. Мы выживем, все выживем. Все будем... Недолго это... Я считаю, я считаю, что это просто терпение и любовь. Терпение, терпение еще раз. Терпение, ну, чтобы наши дети получили хоть какое-то знание, чтобы пробела именно в этот период не было, чтобы отставания от программы не было. Дорогие телезрители, программа подошла к концу. Встретимся завтра ровно в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова